Приветствую! Поговорим о новых возможностях, которые дала постанова 560. Да, вот так вот интересно. В постанове 560 можно найти кое-что полезное в плане защиты прав человека. И мы поговорим о прохождении ВЛК. А точнее о том, как его можно оспорить и что же есть нового в порядке оспаривания. Итак, моделируем ситуацию. Получил повестку, пришел в ТЦК и СП, прошел ВЛК, но не согласен с ее решением. Например, не взяли какие-то документы, не приняли во внимание какие-то диагнозы человека, не отправили его на дополнительное обследование. Вот по каким-то причинам, которые у человека есть, он не согласен с решением ВЛК. Что делать? Какие новые возможности есть в постанове 560? Смотрим непосредственно текст этого документа. В постанове 560 мы посмотрим 1.72 пункт, а если быть точнее, его второй абзац, где сказано. У разы несгоды громадянина с решением ВЛК при РТЦК и СП на представе его заявок громадянин направляется для проходжения ВЛК при областном ТЦК и СП. То есть вы, я думаю, поняли, да? И здесь не нужно пояснять, что если человек не согласен, ему нужно написать заяву и на основании этой заявы он должен быть направлен на ВЛК уже при областном ТЦК и СП. И вы скажете, ну и что, а что же здесь нового? А новое здесь то, что фактически в случае несогласия с результатами ВЛК человек теперь может приостановить процедуру призыва. Потому что раньше как было? Несогласен с результатами ВЛК? Ну окей, мы же тебе не мешаем. Пожалуйста, оспаривай его. Только вот тебе повестка на отправку, а вон уже стоит автобус, на котором тебя сегодня отправят. А потом из учебки или из окопа ты можешь, конечно же, обжаловать решение ВЛК, мы же тебе не запрещаем. Но теперь механизм другой. Это абсолютно новая норма, что если человек не согласен с решением ВЛК, его не могут призывать. Его должны вместо этого направить на прохождение ВЛК в областном ТЦК и СП. И соответственно, все, что нужно человеку для этого сделать, это подать соответствующее заявление. Образец такого заявления я подготовил по ссылочке в описании к видео. Вы можете зайти его и скачать. И, соответственно, пользоваться в тех ситуациях, если вы будете считать, что ВЛК нарушила каким-то образом порядок проведения медицинского осмотра и неправильно оценила состояние вашего здоровья. Естественно, потом, после прохождения ВЛК при областном ТЦК, если решение районной ВЛК подтвердится, то вас все равно могут призвать. Но в этом случае, напомню, вы можете оспорить решение областной ВЛК уже в центральную ВЛК, либо же в суд. Но, скорее, эффективнее будет сделать это в ЦВЛК, потому что это и быстрее рассматривается, и это, по сути, бесплатно для вас. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Ссылочка на него будет в описании к данному ролику. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.